дорогие друзья всем доброго дня с магазина bassline сегодня наше видео будет посвящено теме процессорного усилителя а именно helion dsp 680 просто была сегодня на сдаче машинка в которой мы собрали систему на данном процессорном усилителе я подумал что по-любому есть безумцы которые решили купить этот процессорный усилитель и поставить себе машину своими руками допустим вы как-то разобрались с подключением ну как минимум там есть инструкции можно разобраться если нет напишите в комментарии давайте мы еще 15-минутное видео запишем как скрутить провода сигнала с процессором но суть не в этом как же его настроить с настройками процессора всегда была проблема у многих людей кто пытается просто сам залезть в эти настройки ничего там не понимает мы сейчас поверхностно с вами попробуем разобраться как сделать так чтобы у вас усилитель как минимум заработал запел и какие-то предварительные настройки вы смогли сделать даже немножечко поговорим про временную коррекцию и может быть даже у вас конце видео получится сделать классный звук своей машине ну а если нет номер телефона написан ниже звоните нам приезжайте но все настроим за денежку вообще с радостью ну во всем по порядку сегодня в ролике нам поможет хавала всем на нем установлен уже процессорный усилитель поэтому на нем мы сегодня будем с вами и отрабатывать теорию ну буду снимать с руки уж извиняйте я думаю лучше показать это все вживую на автомобиле чем так думаю все нагляднее показать на машине чем сидеть в магазине просто на выключенном ноутбуке вам рассказывать поверьте это не первый раз я пытаюсь записать этот ролик уже пробовал без машины не интересно так давайте ну сюда ноут и буду вам все потихоньку рассказывать первым делом но естественно мы запустили автомобиль я думаю сразу запустимся вы подключили телефон естественных магнитоле включили какой-нибудь трючок у нас играет сабвуфер первым делом когда вы открыли настройки процессорного усилителя helion вам необходимо включить усилитель этого процесса все видите у нас все работает так самое главное это выставить громко сейчас давайте мы прям минималочку вот пятерочку оставим там еще на блютусе почти в минимум проверяем громкость процессора пока тоже и особо трогать не будем далее мы видим вот такое меню для работы сейчас у нас динамики как вы видите как вы видите если вы не разбираетесь правильно самое главное нам сейчас чтобы и вам было удобнее и процессор понимал вообще что происходит он небольшие преднастройки даст если вы назначите динамики то есть вам нужно вот в этой графе где у вас написано full он сейчас не понимает какие-то динамики но единственного понимает то что это передние динамики но он думает так это задние это twitter и а это сабвуфер это корни не так и эту систему это уже знаем уж это собрали поэтому мы сейчас выключаем все каналы чуть-чуть добавляем громкости и понимаем что это у нас пищалочки то есть вот передняя левая пищалка значит мы пишем ему что это у нас передняя левая пищалка вы это не напишите потому что у вас она уже назначена сейчас я это мы должны все вот так вот выключить теперь когда у нас в памяти все каналы свободны назначаем фронт левый twitter оп и здесь у нас сразу появились настроечки то есть вы видите в графе как twitter сразу срезался мне так не нравится в любом случае будем перенастраивать но базово он уже нам помогает не спалить систему так вот это у нас так видите назначение здесь никакого нет написано ну то ничего у нас не играет но я уже помню что это у нас правый twitter заиграл ну и сразу же графе у нас появился опять же срез он пытается резать 4 4 килогерца четвертом порядку но и слишком круто потом поправим так теперь канал 3-4 я помню что канал 3-4 то у нас передние медбасы поэтому фронт лево метрендж пуфер фронт вправо проверяем но я-то слушаю все медбас у нас от поют срезал он его от 80 до 4 все четвертыми порядками очень жестко поэтому поправим здесь есть 5 6 канала то у нас задние динамики сзади у нас компонентка коаксиалы стоят поэтому мы выбираем рев это левый канал полный сигнал чтобы срезов у нас не было но срезу он сейчас не выставит надо обязательно сразу же будет поставить ну и естественно 7 8 канал это у сабвуфер на внешний моноблок сигнал идет поэтому мы вот это называем все назначили все у нас теперь поет дальше нам нужно проверить правильно ли подключен процессор правильный он смигширован сразу же говорю если упал по хелевну смотрите видео он по заводу микширует неправильно то есть мы заходим в микшер здесь вы я не знаю как вам это объяснить за пару минут ну давайте по верхам пройдемся здесь вот у вас с магнитолы очень тупо объясню извините кто шарит но вот надо объяснить так я не понимаю как просто человеку который вообще не понимаю что очень перед собой видит объяснить что надо здесь делать а у вас на магнитоле есть 4 выхода то есть передняя левая дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая дверь вы подключили эти провода от магнитола в процессор теперь у вас есть здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 канал который мы сейчас назначали а это провода которую подключили то есть передняя левая дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая дверь вот в четыре выхода подключили и теперь вы выбираете то есть на первом канале откуда будет идти сигнал вот выбрал с передней левой двери на второй канал с передней правой двери так как у нас подключены twitter к этим каналам все правильно они у нас стоят в передних дверях дальше у нас идет канал 34 он думает что ему нужно взять когда сигнал с третьего четвертого выхода которого вы подключили то есть соответственно это задние двери получается если мы сейчас будем проверять у нас все будет неправильно как пользоваться китайской магнитолой настройки системы то есть вот у нас баланс делаем погромче то есть у меня сейчас играет если что передняя пищалка и задняя левая дверь а задняя левая дверь играет потому что канал 5 сейчас чуть ноутбук на сломал канал 5 и 6 у нас берет сигнал с высокого уровня 1 2 канала поэтому играть задняя дверь поэтому я этот как выключаю все то есть у меня здесь сейчас стоит баланса звука переднюю левую дверь но играет только передняя левая пищалка третий канал это у меня передний левый медбас поэтому я беру и включаю его теперь у меня четко когда баланс переведен на переднюю левую дверь у меня играет передняя левая дверь и медбас и пищалка делаем то же самое мы понимаем работает twitter сигнал мы берем со второго высокого уровня все поет проверяем задние динамики задние динамики у нас не работает потому что 5 6 канал задней динамики ниоткуда сигнал сейчас не берет мы перевели назад вправо соответственно это 6 канал с 4 высокого уровня поет проверяем сюда и все очень просто 7 8 канал у нас это сабвуфер да давайте 7 8 канал это сабвуфер сабвуфер находится сзади поэтому логично что ему нужно отпадать сигнал с задних каналов единственный нюанс то что на вашем магнитоле по заводу может быть так что задние динамики или передние динамики или передние твиттера зависимости от откуда вы будете снимать сигнал с магнитола может быть порезанный сигнал по заводу то есть у вас сабвуфер вы вроде бы назначили каналы все у вас должно работать но сабвуфер у вас не работает а если вы его распускаете он начинает петь как динамика это потому что сигнал с той двери которого взяли срезан примерно там от 60 герц и сабвуфер у вас естественно не работает поэтому обязательно это проверять ну проверять это естественно просто здесь мы уже с микшированием закончили поэтому мы ставим звуковое поле по центру вот заходим музыку включаем крючок и проверяем на каких каналах у нас сигнала больше на сабвуфер будет идти поэтому мы сейчас я все выключу включаем сабвуфер заходим теперь в микшер подаем сигнал вольнем басуха теперь вольнем басуха теперь сейчас включая задние и передние каналы я проверяю на передних каналах басуха валит громче ну вот именно в хавале f7 то есть у него пошло а здесь у нас так валева у нас больше всего есть на передних каналах поэтому сабвуфер мы оставляем висеть на передних каналах ничего сложного чтобы оно не валило вот 12 минут видео я только объяснил вам как назначить эти каналы и как промикшировать сигнал но теперь у вас право-лево работает правильно теперь у вас есть стандартные срезы акустики то есть в принципе уже аудиосистема у вас играет в принципе звук вы сейчас уже подали у вас все работает все динамики срезаны и если вы не будете крутить из магнитола в шишку вы можете спокойно кататься недельку-другую пока у вас прогреются динамики и приехать уже к настройщику за деньги все это настроить но для любителей жести вы можете попробовать поковыряться сами и вот тут я думаю мы сейчас еще минут 20 в этом видео поработаем вот в этой программе давайте теперь поговорим о глубокой настройке процессора когда мы уже будем с вами выбирать какой средств поставить на twitter mid bass и задние динамики с сабвуфером какую временную коррекцию задать для того чтобы сконцентрировать визуализацию звука на торпедо а не то что у нас сейчас просто передняя левая дверь нам в ухо орет удалены но суть не в этом во первых давайте сейчас выберем один трек который у нас будет постоянно играть при настройке в принципе там я уже все треки естественно наверное советую наверное вот этот трек он более такой мелодичный тут есть голос хорошо играют пищалочки на нем сейчас будем все настраивать итак будем настраивать твиттер соответственно вы включаем все остальное сейчас у нас играют только два твиттера я бы я бы сразу сделал это вот так второй порядок шесть килогерц шесть килогерц второй порядок график у нас становится примерно вот такой то есть пищалочка доигрывает там до 3 килогерц примерно вот от питья она начинает прям играть что касается громкости как только мы сделали срез опять же проверили чтобы у нас первый второй канал был одинаково срезом пока что есть у нас очень много людей которые любят настраивать каждый динамик по срезам отдельно но это уже нужен микрофон тут например сильно заморачиваться я на самом деле так и не понял как можно выровнять чеха ой сейчас я в такие дебри залезу давайте я лучше пока что это рассказывать не буду так проверим первый второй канал шесть килогерц вторым порядком первый и второй все одинаково проверяем сразу максимальную громко сейчас микрофон будет перегружен изменяются это жесть наверно так вот где-то все проверили максимальную громкость ну примерно 30 секунд 33 у нас будет итоговое на сохранение на процессоре поэтому то есть пищалочки мы оставляем вот с таким срезом 6 килограмм вторым порядком дальше нам нужно настроить с вами мид басы мид басы я советую резать если вы хотите качественной аудиосистемы там 63 вторым порядком 63 вторым порядком ну и где-то до 2 800 грубо говоря также вторым порядком акустика у вас может стоять другая не pride гармонии да и pride гармонии может играть абсолютно по-другому другими настройками другой машине в общем тут маленькая рекомендация как можно настроить чтобы играла более-менее хорошо но естественно там серьезная корректировка профессионалам обязательно но большей частности при таких срезов аудиосистема играет хорошо естественно тут пищалочку конечно где-нибудь там вот так сделать но не в этой машине потом так здесь у нас миды передние срезаны все у нас сыграет теперь опять же проверяем максимальную группу подтягиваем твиттера мы с вами срезали фронтальную акустику подобным образом 63 вторым порядком 2 800 вторым порядком но опять же всегда есть но эту машину я не могу так срезать потому что я знаю владельца очень хорошо я понимаю как он будет слушать музыку всегда все на всю поэтому я сам себя перестрахую от от сгоревшие акустики при настройке 63 децибела 63 герца на 12 децибел на того у нас получается срез вот таким графиком то есть грубо говоря можем видеть что от 50 герц примерно у нас уже акустика прям хорошо играют то есть но и разыгрывается на там потому что на 70 и если мы будем слушать какую-нибудь там очень жесткий drum and bass у нас динамики будут очень сильно перегружены но если вы слушаете спокойную музыку на средней громкости вот при таких настройках играть будет великолепно по крайней мере в моей машине примерно такие настройки ну понизу срез поверху тут уже по каждой машине по своему у меня трехполоска поэтому я там 1400 у паша трехполоска у него там вообще по моему 200 или 300 герц то есть у каждого свое ухо каждый по-своему поэтому всем владельцам кому мы настраиваем аудиосистему всегда просим через две недели приехать надо настройку что же делать вам то есть если вы будете слушать музыку спокойно советую вот такой средств то есть 63 вторым порядком 12 децибел на октаву играть будет приятно круто особенно если нет сабвуфера но так как я знаю эту машину поэтому я сделаю так и вот так в двух словах владелец этой машины но его товарищ по моему то есть когда-то ездили на тринахи с 16 парами solo v2 поэтому мы тут даже обещать здесь у нас будет вот такой средств принципе он тоже довольно неплохо играет люди которые любят настраивать аудиосистемы процессорные за деньги очень сильно будут ругаться за такой срез но опять же я говорю я знаю как будет слушаться эта машина и в принципе опять же говорю через две недели эта машина в любом случае должна приехать ко мне на настройку если клиенту что-то не понравится естественно я бесплатно все подкорректирую так дальше поехали это мы все срезали примерно так задняя акустика задняя акустика у нас будет срезана примерно таким образом 18 митбел на октаву 18 митбел на октаву чуть позже или я забуду вам объяснить для чего это или не забуду но суть в том то что передний митбасы и задний митбасы срезайте по разному то есть если у вас здесь стоит срез вот например у меня здесь 120 на 12 децибел здесь по-хорошему сделать там я не знаю 140 на 18 децибел для того чтобы не было фазовых искажений принципе не вникайте в это просто старайтесь задние динамики срезать чуть повыше если у вас процессорный уситель все-таки вы его выбрали себе для качественного звучания в машине для того чтобы у вас что-то орала поэтому если у вас передними басы срезаны там на 80 на 100 на 120 герц там вторым порядком то задние динамики обязательно режьте чуть повыше по графику это в этой машине дальше по сабвуферу по сабвуферу я рассказал нижний срез вообще в принципе если вы адекватный человек я советую выключить так будет поинтереснее но если вы любите послушать какие-то обработанные треки то желательно вообще буду делать вот так 20 герц четвертым порядком но опять же вы выбрали аудиосистему процессорную для качества звучания поэтому я думаю вы навряд ли будет слушать постоянно обработанные треки сабвуфер срезали задние динамики срезали мид басы тоже твиттеры проверяем твиттеры тоже срезаны обязательно вот так всегда вот очень долго монотонно все перепроверяйте вы можете в какой то момент вот пропустить срез на твиттере пройти все настройки включить максимальную громкость и потом очень удивится почему у вас twitter перестал работать что проверим теперь при этих срезах максимальную громкость включать не буду потому что Мафон будет перегружаться. Мафон будет перегружаться. В принципе, вы можете настройками гейна пользоваться, но очень удобно. Там ни в коем случае настройки гейна. Я почему показываю на 7, потому что у нас там два усилителя установлены. А ни в коем случае не крутите гейн на усилители в максимум, а потом подумаете, ну вот здесь сделаю минус. Нет, все-таки там изначально выставите гейн. Давайте опять не буду грузить вас с согласованием уровня сигнал. Изначально выставите гейн хотя бы там на час дня по циферблату, там час дня, 12 часов. А потом уже корректируйте его в минус в процессоре уже в настройках. Опять же рассказываю все по верхам. Извиняюсь. Так, здесь мы все включили, все послушали. Теперь давайте к временной коррекции. Временная коррекция, я думаю. Те, кто и купил процессорный усилитель, понимают, что это. Ну вот сейчас у меня музыка играет только по факту с этой двери. Ну так, когда у вас нет процессора и когда у вас просто магнитола, по факту у вас тоже ближе всего эта дверь, вы ее прям явно слышите. Ну или вот этот твиттер, который идет вам прям в ухо. Ну, не нравится. Надо это все поправить. Что мы делаем? Мой совет намного проще, чем я видел там в интернетах. Вы пишите аудиокнигу. Загружаем аудиокнигу. У меня здесь есть моя любимая, продавец счастья. Где она? В смысле? Давно я уже по книге. Вот, продавец счастья. Я уже наизусть ее выучил. Для чего нам книга нужна? Чтобы не было никаких звуков. У нас сейчас просто голос будет воспроизводиться в динамиках. И мы будем понимать, как настроить временную коррекцию. Просто повторяем. Включаем аудиокнигу. Добавляем громкость. Чтобы вы понимали, где звук. Звук благодаря весенном складе. Из-за происков толстой дамы, жены, хозяинка. Выключаем динамики. Оставляем только твиттеры. Временная коррекция здесь у нас регулируется чуть пониже. Немного видно. Нажимаем на нее. Когда она у нас светится, мы можем кнопочками ее корректировать. То есть, каждая миллисекунда добавляет, естественно, временной задержки. И динамик вот этот играет чуть позже, чем вон тот. Что-то камера у меня перестала фокусироваться. То есть, когда у нас играют твиттеры, здесь просто голос. Закрываете глаза и нажимая на кнопку, вы регулируете временную коррекцию. То есть, мы понимаем, да, как она. Я зажимаю вниз, она у нас до нуля опускается. Зажимаю вверх, дочусь телефон, она двигается. Теперь мы просто садимся так, как нам удобно, так как вы будете ездить. Садимся так, как нам удобно. Закрываем глаза и начинаем нажимать на кнопку, двигая передний твиттер. Тем самым, с закрытыми глазами, вы будете понимать, что звук у вас вот прям пойдет, 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 пойдет и будет двигаться в машине. Когда вы будете при выключенных всех динамиках настраивать один динамик. Давайте попробуем. Двигая звук, я понимаю, что у меня он сфокусировался сейчас, вот где-то по центру торпеды. Это у нас 1,9 миллисекунды на твиттер. Выключаем твиттеры. Включаем медбасы. Двигаем точно так же. Закрываем глаза. Вот сейчас, при такой настройке, у меня прям явно играет звук сзади. Начинаю двигать назад. Примерно оставляем вот так. Включаем твиттеры. Которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенцией. Почувствовав у затылка... Теперь явно у меня звук играет где-то вот здесь. Даже я бы сказал, больше суда лепит. Поэтому сейчас, когда работает твиттер и медбас, я подвину еще медбас. Народ стал нелюбопытен, разрази его гром. Должно быть теперь все счастливы. Потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик. Вот. В принципе... 1,9 на пищалку. 1,1 на медбас. И где-то вот здесь, сейчас у меня голос визуализируется. Теперь самое-самое-самое плохое, это когда мы подключаем задние динамики. Задние динамики уже надо настраивать тогда, когда вся акустика играет. Чувствовал, что сжимает монет, мгновенно менит серебро и золото, вообразил он. Но серебро и золото... Изначально делаю задние динамики потише. Вытащив руку, бургет с волнением, увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. Это было известное коварство вещей, умеющих упав, завалиться под стол или диван. Таким образом, когда мы нажимаем противофазу на динамиках, на задних, можем наблюдать, когда я сижу, задний динамик, вот он прям ровно мне в ухо поет на самом деле. Делав на нем противофазу, у меня резко звук фокусируется спереди. Когда я противофазу с него убираю, звук у меня опять тащится весь назад. То есть я его слышу уже не где-то вот здесь, а звук оказывается где-то ближе к задним сиденьям. Соответственно, я знаю то, что при противофазе у нас визуализация звука где-то вот здесь в этой машине становится. Людям будет больше так нравиться, поэтому я оставляю противофазу на одном заднем правом динамике. Иногда так очень легко сделать временную коррекцию. То есть я даже могу не забивать временную коррекцию на задней динамике, просто поработав с противофазой, этот звук визуализировать и сзади где-то вот уже ближе к центру. Понятное дело, что великолепно вообще, вот так вот вообще было бы классно, с выключенной задней акустикой у нас звук четко на торпеде. Но есть люди, которые у нас очень сильно любят слушать звук, так скажем, объемный, там или 5D, или хай-фай уровня, как нам говорят. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что заднюю акустику многие слушатели любят, поэтому мы ее оставляем. Я ее делаю на 3 децибела сразу же потише. Сейчас посидел, вот послушал с противофазой без. Оставляю противофазу на заднем правом динамике. И, в принципе, временная коррекция, такая базовая, очень легенькая. Понятное дело, что там на разных треках сейчас ее нужно корректировать. У меня получается такая 1.9, 1.1 на mid-bass и противофаза на заднем правом динамике. Можно сейчас еще посидеть, поработать с коррекцией сабвуфера с mid-ами. Ну, грубо говоря, сабвуфер у вас играет позже всех. И для того, чтобы хоть как-то состыковать его с машиной, можно накинуть по 1 мс на каждый динамик. То есть, грубо говоря, здесь у нас 1.9. Мы накинули секунду, получилось 2.9. Здесь у нас был 0, мы накинули 1 мс. Здесь у нас 1.1, мы накинули 2.1. Здесь у нас 0, мы накинули 1. Здесь у нас 0, мы накинули 1. И теперь у нас сабвуфер чуть ближе визуализируется к слушателю. То есть, в принципе, это такой стандартный лайфхак, который все обычно применяют. Посидеть, поработать с этим, конечно же, нужно. Но базово у вас играет аудиокнига. Вы с закрытыми глазами каждую пару динамиков отдельно настраиваете. То есть, закрепили. То есть, мы включили твиттеры, нажали временную коррекцию, сидим ее, двигаем с закрытыми глазами. У нас звук будет двигаться в машине, вот, право-лево. Вы будете это четко понимать. Как только настроили твиттеры, выключили их, включили мидбасы. Точно так же настроили мидбасы. Потом подключили твиттеры. Все это вместе послушали. Если надо, подвигали звук еще дополнительно. После этого, когда у нас уже все динамики включены, подключаем тыловые динамики. Для того, чтобы сделать звук ближе к вашим ушам, а не к торпеде, делайте их на 2, 3, 4 дБ, в зависимости от машины, тише задней динамики. Пощелкайте противофазу на одном динамике, на другом динамике, послушайте. Оба динамика в противофазу включите, послушайте. Вот как вам больше понравится, так и оставьте. Ничего страшного в противофазе нет. Может быть какие-то опытные люди сейчас будут кидать меня палками, но поверьте. Главное, чтобы звук нравился вам. Не важно, как там в книжке написано. Далее, что у нас касается настроечек. Вот примерно сейчас у нас есть временная коррекция. Сейчас у нас есть срезы. Можно поработать с эквалайзером. С эквалайзером, если будут комментарии, я вам обязательно расскажу, как поработать. Вам для этого нужен будет тон-генератор и каждый динамик нужно прогонять на тон-генераторе. Смотреть, какая частота у нас очень сильно выделяется и тушить ее эквалайзером. Можно это делать с помощью микрофона. У Helion есть стационарный микрофон, который может работать с автонастройкой. То есть, грубо говоря, вы можете докупить своему процессору дополнительный микрофон у Helion и запустить автоматическую настройку. То есть, он эквалайзер вам АЧХ поправит более-менее корректно. В общем, если хотите посмотреть, как настроить эквалайзер на каждом динамике, напишите об этом в комментарии. Я расскажу. Если что-то было непонятно, я не учитель, я просто рассказал, насколько это мог, напишите в комментарии. Если стало понятно, чем это вам видео помогло, тоже обязательно напишите в комментарии. Так, ну я думаю, подводку надо записать уже. Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы сказать, что мы не какая-то школа автозвука, мы просто установочный центр, который перед сдачей решил вам попробовать объяснить, как настроить процессорный усилитель. Это все было очень поверхностно, чуть-чуть объяснил по поводу временной коррекции, понятное дело, что работать с ней надо намного сильнее. Чуть-чуть объяснил по поводу срезов, опять же, тоже поверхностно. То есть, любую систему можно настроить, я не знаю, там, ну, вот очень плохо, да и супер великолепно, и пора ехать на соревнования. И все это можно сделать только с помощью настроек. То есть, базово, если вы не понимали, как настроить, надеюсь, вам данное видео помогло, поставьте лайк, если вам это видео помогло. Если вам не помогло это видео, поставьте дизлайк, благо их у нас нет. А в остальном, если что-то хотите еще узнать про процессорные усилители, то напишите об этом в комментарии, я, может, в комментарии отвечу на какие-то вопросы. например если у вас проблема возникает вот прямо сейчас с процессором вы ищите решение напишите в комментарии попробуем ответить ну а принципе по другим усилителем тоже также можете написать с ним видос панацеи без баланс и не дай бог lighting аудио или еще отцв какие-нибудь ну процессов усилительный в этом на рынке достаточно в общем до новых видео всем пока